Предназначение гармонии. Думаю, основная суть этого курса, интерес, который, может быть, отвечает вот это направление от всех других курсов, это три бомбасов, которые предлагаются на этом рынке, то здесь конкретные моменты, определенные моменты, которые помогают человеку разобраться. Ну, первое, все-таки какие таланты, способности, дары и все его прекрасные проявления, которые только он может иметь в своей жизни, какие все-таки находятся на стадии того, что пора уже ему этим перестать заниматься. Чаще всего это то, что очень легко получается. И как все-таки выделить вот те вещи, которыми стоит заниматься, и которые сейчас, в данный момент, человек развивает и развивается в этом. И он, как задачу перед собой поставил, именно это развивать. Если он откажется, может отказаться от того, чтобы идти по легкому, так скажем, по другому пути, то человек, мы считаем, не выполняет свое предназначение перед себе задачи, которые он сам же перед собой поставил, он их не выполняет. Ну, и неизвестно, сколько он еще веков будет по-другому закорбаситься. Он может иметь на жизнь, не это потрачено. Ну, поэтому этот курс помогает разрешить вот эти вопросы. То, что активировано, то, что уже хорошо развито, то, что он это может уже использовать как готовый инструмент для того, чтобы и знания какие-то, и понимания для того, чтобы помогать самому себе развивать те вещи, которые он назначил именно для развития, исследовать это. Ну, и, конечно, такой интересный момент, а что делать, если я уже это развила, это развила, и это мне уже легко, и я тут уже так заторопыжничала в этой жизни, что это уже тоже вроде бы как хорошо развивало, скучно совсем стало. То есть еще такие моменты, которые, опять же, в этом курсе выделены хорошо, что они, например, обозначают какие-то вещи, понимая о том, что мы все-таки люди интеллектуальные, чувствительные, дальновидные, то мы же можем себе еще заранее планировать какие-то вещи, которые, скажем так, на будущее. И там тоже есть какие-то задачи, о которых мы знаем. И поэтому это тоже может оказывать на нас влияние, и вот так вот, когда мы не можем все это вот так как-то разложить по полкам, то это очень может, вот эта такая куча мала, она может очень нас путать и сбивать. И вот этот курс очень позволяет легко нам вот это переориентировать, то есть понять, что вот эта куча, это вот эта куча, вот эту кучу, мне еще нужно в ней кучу подработать, чего-то и поизучать, чего-то нужно еще развить в себе. И вот эта куча, она такая перспективная, как какая-то там, да, дань, дар какой-то, который, вот если я сейчас вот это вот завершу, то я могу уже к следующему моменту переходить, но тем не менее какие-то знания и понимания мы можем использовать в этом. Ну вот так вот говорить о том, что как мы можем свое предназначение использовать, ведь предназначение, которое мы сейчас, например, выполняем, оно тоже было когда-то для нас предназначением, которое для нас будущее. Ну, если посмотреть на него, куда-то оглянуться назад, да? И мы когда-то тоже на него смотрели как на перспективу. И вот в этом курсе есть упражнения, есть моменты, которые направлены на то, чтобы нам очень даже легко начать в этом эволютироваться. Это не значит, что нужно там бросить что-то, чем-то не заниматься легко или просто. Но здесь вопрос в том, что уже наработанные инструменты, и мы можем их просто использовать. То есть нам не нужно это рассматривать как то, что я должен посвятить этому всю свою жизнь. Ну, вот так-то об этом. Хотя в этом курсе, конечно, много других разных техник. Конечно, там есть много работ над собой, как мы можем это исправлять. Используем технологии считывания, видения, работы со временем. Ну, и, в общем, разные такие всякие интересные штуки. И меняем свое отношение к вопросам, которые связаны с вопросом действий, делания. Работы, например, да? Как мы воспринимаем работу? Как мы воспринимаем вот эту энергию? Как нам принимать вот эти дары, способности, таланты для того, чтобы быть гармоничными? Вот движение своей жизни. Ну, и вообще, что такое божественное расписание? Какое самое, наверное, простое. Все-таки, что такое божественное расписание? Судьба, это линия жизни от момента рождения до момента смерти. Что это вообще такое? Вот об этом этот курс. А Саша что скажет? Для Юска немножко что добавить. Как мы приходим к пониманию того, что с нами происходит? Иногда мы просто в жизни по инерции что-то делаем. И в какой-то момент мы начинаем понимать о том, что вот мы делаем, мы это делаем. Но что-то не то, что-то не так. Что-то начинает как будто бы повторяться. И как будто на одном месте мы топчем. Очень бывает вот этот момент несоответствия своим божественным расписаниям. Тогда, когда человек с приходом сюда в этот мир задумал что-то для себя другое, нежели он делает сейчас, тогда у него ясное приходит понимание, что что-то не так в его жизни. Что-то вроде хорошо, все получается в жизни, все-то складывается, либо не складывается, но явное понимание, что что-то не то вокруг него происходит. Вот это бывает часто тогда, когда мы осознаем, что мы что-то должны сделать, но мы не можем понять, что это. То есть это, как правило, бывают какие-то дары, которые мы запланировали для себя проявить в личной жизни, в работе, в взаимоотношениях, но которые как будто бы скрыты перед нами. Мы чувствуем, что они где-то рядом, они внутри нас, но мы их не видим. Вот этот тренинг как раз... И как раз этот тренинг о том, как понять, что происходит внутри, понять, что происходит во внешнем мире, как понять свои истинные предназначения и какие-то истинные задачи, которые внутри нас, которые мы не можем явно увидеть и потрогать руками, не можем явно определить, что именно вот это нам, и вот это сейчас нужно, и что-то нужно в жизни изменить. Но ощущение этого есть. Ощущение есть, что сейчас очень близко ты находишься в период, когда сейчас какие-то изменения произойдут. Вот это как раз, наверное, тот момент, когда очень много для человека открывает именно этот тренинг. В том, чтобы для него становиться явным. Тогда, когда окружающие люди могут человеку помочь в том, чтобы сориентироваться именно в этой точке, когда он находится. И почему нам бывает выгодно, бессознательно, конечно, почему нам бывает выгодно блокировать, например, именно развитие моментов, которые, скажем так, которые мы называем исследование божественного списания. Божественное, да, что-то божественное. А вдруг у нас вот это божественное отменит радости нашей этой жизни, теперешней жизни, когда есть семья, есть какие-то материальные блага. Вдруг вот это божественное, оно может нас лишить чего-то. И тогда мы можем просто бессознательно блокировать. Как будто бы наши, скажем, какие-то материальные вещи, они нас... Ну, это как некий такой конфликт между духовным и материальным. Но в этом курсе это очень хорошо проясняется. В частности, нас же блокируют страхи. И как раз вот Наташа говорит о том, что именно вот эти страхи, как будто бы потерять чего-то, блокируют нас от того, чтобы что-то новое проявить в жизни. Какие-то свои таланты, дары, которыми мы обладаем, и которые мы чувствуем, что они у нас есть. Мы их боимся проявить, как будто бы вслед за это какая-то последует цена и какая-то утрата. Поэтому эти страхи, они нас блокируют. Это как раз первое, что приходит к человеку во время этого тренинга, то он понимает, как эти страхи блокируют тот потенциал, который в нем есть. Ну и, конечно, для этого упражнения, которые направлены на то, как это можно и нужно изменить. Ну и, конечно, практика, она позволяет на курсе много чего по этому полу сделать. Дайте мне мою бигу.